Ты не будешь плакать, да? Держи-ка, держи. Профессионалу, чтобы успокоить малыша, достаточно подручных средств. Пока ребенок рассматривает медицинский шпатель для проверки горла, Марина проводит осмотр. В седьмой поликлинике она работает всего две недели. У нее на участке около тысячи маленьких пациентов. Находить общий язык приходится и с родителями, и с детьми. Вообще, все дети, я бы сказала, очень открытые и добрые. Я думала, что у меня в первый день тут сразу начнется, я не пойду в кабинет. Но большинство детей, они все-таки с радостью приходят к врачу, с радостью выполняют все, что врач им говорит. Поэтому никакого барьера общения между мной и детьми как бы не было. То есть я сразу с ним вхожу общий язык. Анастасия пришла на прием с сыном Дмитрием. Ему исполнится осенью три года, они собирают документы для детского сада. Тому, что на участке появился новый молодой врач, мама только обрадовалась. Очень хорошая девушка, внимательная, хорошо осматривает ребенка. В принципе, никаких нареканий по поводу ее работы нет. В соседнем кабинете прием ведет Ольга Чапикова. Она пришла в седьмую поликлинику работать, потому что до дома добираться недалеко. Ольге уже есть опыт общения с пациентами. Она работала медсестрой, пока училась. Нашими пациентами являются дети, еще те малыши, начиная с тех малышей, которые сделали первый вдох в родильном зале буквально несколько дней назад, и заканчивая теми детьми, которые на несколько головой выше, чем мы, и сами уже создают свои семьи и рожают детей. И каждому-каждому родителю, вне зависимости от возраста их ребенка, хочется донести простую истину, которая не написана в клинических рекомендациях и протоколах. Самое эффективное лекарство – это родительская любовь. Большинство педиатров, получивших дипломы в этом году, поступили в ординатуру. Через пару лет они получат дипломы узких специалистов, детских эндокринологов, хирургов и смогут работать в больницах. Между тем, факультет педиатрии остается одним из самых популярных в медуниверситете. На нем большой конкурс. С каждым годом увеличивается набор. В этом году набрали порядка ста человек.